Его любили близкие педагоги, коллеги и друзья, но особенно его любили дети за доброту, чувство патриотизма и героические подвиги, проявленные в боях. Ветеран Великой Отечественной войны Константин Стычков служил в контрразведке СМЕРШ, прошел Курскую битву. Увековечить его память, открыв школьный музей контрразведки, решили в 49-й Самарской школе. Дети очень впечатлены, потому что многие вещи, которые мы здесь рассказываем, они вообще никогда и нигде не слышали. Когда они узнают о подвигах этих людей, что они сделали для нашей страны, они невольно проникаются тем, что они тоже могут что-то сделать для своей Родины. Школьный музей контрразведки под грифом «совершенно секретно» наполнили уникальными экспонатами, которые собирались усилиями ветеранов ФСБ, юноармейцами, руководством школы и общественниками. Это колоссальный материал, которого зачастую не найдешь в учебниках, который не найдешь в эциклопедиях, потому что многие участники технических событий передают, делятся реликвиями. Очень приятно, что такая работа имеет широкую преемственность. Я очень рад за коллектив, за детский, за педагогический и уверен, что данный музей будет востребован. В завершении торжественной церемонии открытия музея к памятной табличке героя войны Константина Стычкова, собравшиеся, возложили цветы. Ольга Павлова, Константин Головин. События.